Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 12 октября, суббота, 372 день войны в Израиле. Наземные силы ЦАХАЛ действуют в Ливане. ВВС наносят удары по целям на ливанской территории. Хизбалла продолжает ракетные обстрелы Израиля. Активизированы действия израильской армии на севере сектора Газы. Проводятся операции в Иудее и Самарии. Воздушная тревога прозвучала недалеко от границы с Ливаном на севере Израиля и в Верхней Галилее. Около полуночи беспилотник, запущенный с Сирии, пересек израильскую границу и упал на незастроенной территории на севере голландских высот. Пострадавших нет. Это главные новости на канале ИТОН ТВ. Аэт Аллах Аминьи своей волей назначил преемником Хасана Насрал и иранского бригадного генерала. Сирены воздушной тревоги сработали вечером в пятницу 11 октября в центре страны. Сержант ЦАХАЛ погиб в бою на юге сектора Газы. Трамп запросил военную авиацию и военный транспорт для передвижений, так как ему угрожает Иран. Масштабная кибератака на Иран, под угрозой взлома оказались ядерные объекты. США потратили рекордную сумму на военную помощь Израилю. Ученые подсчитали сколько всего людей живет на планете. Аэт Аллах Аминьи своей волей назначил преемником Хасана Насрал и иранского бригадного генерала. Не дожидаясь когда в Хизбалле выберут нового преемника ликвидированного генерального секретаря Хасана Насралы, духовный лидер Ирана Али Хаминьи назначил главой этой организации высокопоставленного иранского офицера. Новым главой Хизбаллы стал заместитель командующего силами КУДС бригадный генерал Резаф Аллахзаде. Назначение произведено на фоне обеспокоенности иранских айтол тем, что пост генсека Хизбаллы стал расстрельным и каждого нового преемника Насралы Израиль будет уничтожать. Как ожидается, основной обязанностью Фаллахзаде станет руководство войной против Израиля, а также попытки перебросить оружие Хизбалле. Тем временем, Хизбалле в обстановке строгой секретности был воссоздан оперативный штаб. И теперь вновь, как и раньше, есть кому руководить обстрелами и командовать сопротивлением наземному наступлению Цахал. Сирены воздушной тревоги сработали вечером в пятницу 11 октября в Герцлии, Герцлии-Петуах, Ромата-Шароней-Оде-Ашароне. Сообщается о подозрении на проникновение вражеского беспилотника. Были предприняты попытки перехвата. Два беспилотника были выпущены из Ливана. Их передвижение мониторили с того момента, как они пересекли границу. После этого один беспилотник был сбит. Второй, видимо, перехватить не удалось. Взрывом поврежден дом престарелых в Герцлии. Пострадавших не было. Пресс-служба Цахал разрешила к публикации информацию о гибели еще одного военнослужащего. В пятницу 11 октября названо его имя. Это старший сержант Итай Фогель, 22 лет, из Якира. Он командовал танком в 46-м батальоне 401-й бронетанковой дивизии. Пал смертью храбрых на юге сектора Газы. У Итая остались родители и четверо братьев и сестер. Его двоюродный брат Элькана Навон погиб в конце августа 2024 года в боях с террористами в Дженине. Всего в операции «Железные мечи» пали смертью храбрых 735 воинов. Вечная память героям. Трамп запросил военную авиацию и военный транспорт для передвижений, так как ему угрожает Иран. Предвыборный штаб кандидата на пост главы Белого дома от Республиканской партии и бывшего президента США Дональда Трампа попросил от его имени, чтобы его перевозили на самолетах военной авиации. А для передвижений наземным путем выделили военную технику. Советники Трампа потребовали продлить ограничения на полеты над его резиденциями, местами проведения митингов и других предвыборных мероприятий. Еще одной просьбой было установить бронебойные стекла на трибуне во время туров Трампа по семи колеблющимся штатам. Согласно данным источников, запрос поступил после того, как спецслужбы проинформировали Трампа об угрозах Ирана убить его. Напомним, что ранее кандидат от Республиканской партии в президенты США и бывший президент Дональд Трамп заявил, День президентских выборов станет самой важной датой в истории нашей страны, и я думаю, что это также будет самый важный день в истории Израиля. Я не допущу нового Холокоста, сказал Трамп, и поддержу право Израиля на победу в войне с террором. Наши сердца с Израилем. Если я стану президентом, отношения США с Израилем будут лучше, чем когда-либо. Друзья, хотим вам напомнить, что нужно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Масштабная кибератака на Иран, под угрозой взлома оказались ядерные объекты. Кибератака затронула муниципальные системы и заводы по обогащению урана. По сообщениям иранских СМИ оппозиционного сайта Иран Интернешнл, Иран подвергся крупномасштабной кибератаке, которая затронула правительственные учреждения и важные ядерные объекты. В результате кибератаки произошла утечка информации. А также пострадали ядерные программы, распределительные сети топлива, муниципальные системы, транспорт и порты. На данный момент команды кибербезопасности работают над устранением последствий и оценкой нанесенного ущерба. Однако до сих пор не установлено, кто стоит за этой атакой. Эти события разворачиваются на фоне усиления международной тревоги вокруг иранской ядерной программы. США потратили рекордную сумму в размере 18 миллиардов долларов на военную помощь Израилю с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе, приведшая к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные 5 миллиардов долларов выделили на активизацию военных операций США в регионе. Это произошло после нападения на Израиль радикального палестинского движения Хамас. Эта статья бюджета включает расходы на операции по подавлению ударов по торговому судоходству со стороны еменских хуситов. В докладе уточняется, что Израиль является крупнейшим получателем военной помощи США в истории, получив с 1959 года 251 миллиард долларов США. Кроме того, 18 миллиардов долларов, потраченных с 7 октября 2023 года, являются самой большой военной помощью, отправленной Израилю за один год. Значительную часть поставленного США в этом году оружие составляли боеприпасы, от артиллерийских снарядов до 2000 фунтовых противобункерных ракет и высокоточных управляемых бомб. В 1804 году население нашей планеты впервые достигло миллиарда человек, и с тех пор увеличивалось все быстрее и быстрее. В 2022 году ООН объявила, что теперь планету населяет 8 миллиардов людей. Сколько же людей живет в мире сейчас, и чего нам ждать в будущем? Во-первых, точного ответа, разумеется, нет, люди рождаются и умирают на планете каждую секунду. Переписи не всегда проводятся точно. Устаревают, а в некоторых регионах учет не проводится вовсе. Бюро переписи населения США оценивает число людей на планете в 8 миллиардов и 77 миллионов. Вне зависимости от оценок текущего населения планеты специалисты сходятся в одном, взрывной рост популяции людей последних двух веков замедляется, и постепенно численность нашего вида на планете стабилизируется. ООН прогнозирует, что к 2085 году население Земли будет составлять 10,3 миллиарда человек. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.